Привет, друзья! Сегодня мы с вами устроим более подробный, я бы сказал, повторный обзор, если не сказать переобзор, китайской реплики Gibson Flying V, которую, на самом деле, недавно я уже обсматривал, но сейчас я вложил в неё несколько часов своих сил, и мы посмотрим, что у нас из этого получилось. Это будет интересно не только тем, кто может потенциально стать моим клиентом, но и тем, кто поглядывает, а не купить ли гитару с Азона, с Алиэкспресса или где-то ещё, и с чем имеет риск столкнуться. Значит, гитара, когда она ко мне только пришла, я её достал, посмотрел и подумал, господи, какое счастье, ровный гриф, под правильным углом к деке вклеенный, то есть, не придётся пересверливать бридж. И, как бы, гипотетически 90% гитары уже, как бы, можно считать хорошей. И посмотрел, я записал обзорчик, отложил в сторону, вот, а потом появился человек, который сказал, Андрюха, проверь-ка её поподробнее, да, получше посмотреть, что там надо, не надо сделать, вот, и я у тебя, может быть, её куплю. Вот, и когда я начал её более подробно смотреть, тут-то и оказалось, что дьявол кроется в мелочах. Как бы, человек пока что мне её не купил, может быть, и не купит, не дождался. Но, тем не менее, да, за это время я её принёс домой, чтобы просто посмотреть и записать звук. При попытке записи звука я понял, что, в общем-то, один датчик мёртв. То есть, именно не тумблер, не проводка, а у некового датчика был обрыв обмотки внутри. Встречается нечасто, но встречается. Вот, причём в ряде случаев это ещё можно найти концы и подпаять, если это просто, как бы, кончик вот этой вот волосинки, которая на катушку намотана, просто сорвался с проводов, которые от звукоснимателя выходят. Но, бывает, что обрыв происходит где-то там внутри, и, ну, что, я буду полностью разматывать и перематывать катушку. Вот, у меня были звукосниматели QM1, QM2, бэушные, от какого-то старого Ибанеза. Надо сказать, что они не то, чтобы имеют прям какой-то чудовищный выхлоп, но они чуть-чуть более читаемые и злые, чем те закрытые хамбакеры, которые здесь стояли. Их я сюда и установил. Вот, дальше начал в гитару вглядываться и понял, что... Ну, окей, ладно. Есть вещи, которые можно не менять. Да, допустим, то, что здесь многие винтики потемнели, да, то есть, они новые, но они тёмные. Это говорит о том, что они очень жиденькой такой, позолотой были позолочены. И, видимо, достаточно долго повалялись на складе, прежде чем их сюда прикрутили, поэтому они успели потемнеть, помутнеть. Колки здесь тоже выглядят скорее как на гитаре уже как бы не новой. Ну, слава богу, они не ржавые. Это просто потемнение вот этой позолоты. Но всё-таки. Вот, бридж был не просто тёмный. Он был затёртый, как будто, я не знаю, как будто по нему случайно проехали бульдозером. Бридж я поменял на точно такой же золотой, совсем новый. Лады, порожек, это ладно, это в порядке необходимого. Да, если я решил гитару допилить, а я уж решил её допилить, то шлифануть лады по высоте, закатать торцы и высоту струн по порожку, ну, то есть, глубину пазов пришлось доработать. Вот, смотрел дальше, дальше на ней была ещё уродливо, не совсем симметрично вырезана крышка анкера. Видно, что резали её вручную. Я точно так же чуть-чуть немножечко напильник и наждачку подровнял, чтобы она хоть более-менее симметричной стала. Лицевую сторону поддержанных датчиков немножечко полирнул полиролью, чтобы они выглядели не такими обшарпанными, потому что, ну, они такие бывалые были. Сейчас они хотя бы не бросаются в глаза. Вот. Ну, и струны пришлось поменять, потому что пока я с гитарой возился, оказалось, что установлены струны от разных комплектов. Вместо второй струны установлена ещё одна третья, то есть, толще, жирнее, чем надо. Так вот, если чисто поржать, да, сзади у нас вот эти вот стопорные гильзы. Одна даже отличается от пяти других. То есть, гитару собирали прямо вот, я не знаю, из того, что было. Настолько хорошая деревяшка, что вот, ну, не жалко, что я с ней полдня провозился, но настолько её халатно собрали. Колки поставлены терпимо. Это радует. То есть, здесь не пришлось их поворачивать, что-то ещё делать. Ну, сиренек под углом нарисовали. Можно посмеяться и сказать, что как на настоящем гипсоне. Вот. Ходят шутки о том, что если гипсом собран абсолютно ровно, значит, это не настоящий гипсом. Вот. Ну, короче, в итоге мы имеем гитару, у которой стоят хорошие датчики. Ну, не то, что недорогие, не брутальные, но всё-таки немножечко пометальнее, чем то, что здесь было. Новый бридж, новые струны. Струны стоят 1046 китайской фирмы Arfi. Не бог вести, что такое, но, по крайней мере, существенно лучше, чем то, что здесь было до этого. Вот. Соответственно, лады по рожек, всё переведено в порядок. Там по анкеру, по высоте я выставил так, чтобы мне было комфортно. Вот. Сейчас закончу обзор состояния, начну писать обзор звука. Так, теперь мы эту гитарочку послушаем с этими датчиками, с этими новыми струнами. Бриджевый. Бриджевый. Аплодиск. Бриджевый. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нековый датчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще просто интересное наблюдение, чтобы вы не думали, что там наличие фона связано с хорошими или плохими датчиками. Оно связано с положением гитары в пространстве, то есть на текущий момент с тем, что гитара просто не экранирована. Поэтому хамбакеры, они не в Африке хамбакеры, у меня просто, видимо, здесь кто-то где-то в меня что-то излучает. А в остальном, чтобы гитару сделать еще тише, надо просто ее всю наглухо проэкранировать.